Ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из Москвы, Италии и Румынии работают над проблемой поиска материала, который заменит костную ткань. Актуальность темы подтверждают данные Всемирной организации здравоохранения. Примерно полтора миллиарда человек в мире страдают от нарушений и болезней костно-мышечной системы. Главная задача перед учеными не просто найти такой материал, который заменит настоящую костную ткань человека, но и поможет быстро прижиться и в перспективе даже стимулировать рост собственной костной ткани. За основу синтетических костных имплантов берут соединения фосфата кальция, так как они аналогичны тем, которые есть в организме человека. В своем исследовании сотрудник кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики Фадис Мурзаханов использовал метод электронного парамагнитного резонанса. Именно в Казанском университете в годы Великой Отечественной войны советским физиком Евгением Завойским было открыто данное явление. Установка работает с помощью сверхопроводящего магнита, магнитная индукция которого может меняться практически от нуля до шести Тесла. Здесь можно проводить эксперименты от комнатной температуры до пяти кельвин. Мы можем параллельно подводить источник лазерного излучения различных длин волн, в данном случае это зеленый цвет. Лазерный источник помогает приводить к образованию новых фотоактивных центров. Полученный материал с ионами годолиния – это возможность не только в большей мере отслеживать приживаемость импланта. Материал стимулирует рост новых клеток. Появляются антибактериальные свойства, подавляющие рост болезнетворных бактерий. В работе метод Завойского был применен с помощью многофункционального устройства под названием спектрометр. Данный спектрометр может работать в различных режимах, как в стационарном, так и в импульсном. Мы можем проводить эксперименты, достаточно сложные, методом двойного электрон-ядерного резонанса. Работы по совершенствованию свойств имплантов продолжаются и сейчас. Проводятся эксперименты с внедрением нескольких соединений. Ирина Анорина, Хафиз Гараев, Универньюз.